Доброе утро. Я почти проспала, раз я были проспала, раз тут утром. О, сейчас как я еду. Мы едем к Голубе. Он уже на какой-то спит. А наш водитель стесняется. Тут у них конечно движение такое вообще. Шри-Ланга! Класс! Так красиво, так круто! И камера все равно не предаст всей этой красоты. Это вообще безумно потрясающе. В какую страну я не попадаю, конечно, каждая страна красива по-своему. Но, не знаю, мне тут так нравится. Тут очень классно. Очень классно. А еще здесь классно тем, что здесь нетронутая природа. Здесь была война и туризм не развивался. Поэтому тут, в принципе, зарабатывали только на экспорте чая. И для туристов тут мало вообще что есть. И сейчас мы, в принципе, тоже будем ездить по таким местам, где туристов немного. Есть йога-центры и центры по медитации. А вот именно такой пляжный отдых. Поэтому это вообще очень круто. Вспомните фильм «Ешь, молись, любви» Джулия Робертс. Помните ее состояние, что в ее жизни ей тогда надо было перезагрузка? Сейчас у меня настал тот момент, когда мне нужна перезагрузка. И я уехала. Я уехала не на Бали, как это сделала она, а я уехала на Шри-Ланку. Но тогда она там в фильме точно так же практиковала определенные моменты. У нас тут лайт в практике вообще, у нее было все гораздо серьезнее. Все, мы сейчас идем пробовать чай. Здесь действительно наш гид нам рассказала. Здесь есть чаи, которые низкогорные. Вот в предыдущей влоге у меня были. Там мы были на плантации низкогорного чая. А здесь высокогорные чаи. И здесь собирают первые вот эти верхние лепесточки. Вот этот вот мне подписчица, девочка писала, что очень вкусный чай золотой. Вот. Его отправляют на экспорт, потому что здесь его не пьют. То есть здесь мы попробовать его сможем. Мы сможем здесь его купить. Вот. Но я имею ввиду, что местные его не пьют. Он считается очень дорогим. Так что его обязательно надо купить. Спасибо большое, что сказала. Потому что если бы не сказала, я бы и не знала. Красота какая, смотрите. Я, конечно, как ребенок всему радуюсь, но это и понятно. Как? Потому что это мои ощущения. Это самовар. Самовар? Смотри, как. Сейчас вам покажу тоже. А что он делает, этот самовар? Воду варит. Вот, видите. Это второй водопад, на который мы попали. Первый я просто пофоткалась, я не снимала. Но он был высокий. А вот это вот считается местная Ниагара. Он не такой высокий, но широкий. Красивый. Мы сейчас на обзорной такой площадке. Смотрите, какая красота. Это мы в 30 километров от Новоарели. И хочу вам показать, смотрите, какой тут есть отель. Вон он. На склоне горы. Видно, надеюсь? Вон он. Такие маленькие-маленькие домики. С видом как раз на водопад. Безумно-кресень. 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 Сейчас мы у Ясны спросим. Так как нету расписания, то Ясны нам расскажут. Что у нас будет? У нас будет сегодня практика возле озера, возле горного водопада. Купание в горном водопаде. Мы соединимся с энергией земли здесь на высоте 1100 метров. Потому что находимся в горах. И прочувствуем другую землю. Не та, которая находится возле океана. А та, которая находится повыше в горах. Почувствуем энергию гор. И уже подготовимся к нашему завтрашнему занятию. По соединению со стихией воздуха, ветра, пространства и эфира. Поэтому мы постепенно в горы поднимаемся. Сегодня у нас после обеда также будет подъем на небольшой пик. Пик Адама он называется. Он тоже находится на высоте 1100 метров. А завтра мы будем подниматься на большой пик. Пик Л, который находится на высоте 1700 метров. То есть постепенно мы будем подниматься вверх. Соединяя верх и низ, землю и небо. Внутри себя и как бы видя как в природе это объединяется. Мы в предвкушении. Спасибо большое. Мы остановились, потому что тут шла какая-то церемония. И нас пригласили. Надо было раздуматься. Надо было раздуматься. И вот сюда как бы пройти это как храм. Они все тут раздумались. А потом нам всех намазали чем-то. Я не знаю чем. Посветили. Посветили, да. Ну в общем очень так колоритненько и очень приятно. Так что мы теперь вот благословленные с местной культурой. Женщины. Вкусственное озеро, да? Да. Британцы постарались для нас. Теперь мы можем наслаждаться. А у него есть какое-то название? Называется Грегори Лейнг. Грегори. Грегори Лейнг. Сейчас у нас здесь будет проходить практика. Смотрите какая красота. Вот дерево стеночки. Ну просто и вот. Сейчас у нас будет контакт с землей. Как красиво. Это туристическое место конечно. Ну то есть полностью все сделано за туристовку. Въезд их хоть заплатный. Вот. Но он этого стоит, потому что видите все ухожено. Все для людей как говорится. После практики мы поедем в город. Пообедаем. Заселимся в отель. Погуляем по городу. Купим чего-нибудь вкусненького. Подарочки. Чаи. Вот. Хочу себе штаны купить. Мне так нравится. Тут они такие классные. И в основном тут производство Индия. Завозят очень многие вещи с Индии. Вот. Так что оставайтесь с нами. Сейчас после переезда мы уже 6 часов въехали в автобусе. И менялся высота. Мы были на нулевом уровне относительно уровня моря. И здесь уже высота 1200 над уровнем моря. Поэтому мы сейчас возле водички, возле озера на травке. Сделаем очень простую практику зарядки своего тела. Просто ляжем на травку, на землю. И полежим на спинке. Да. Потом перемнемся на животик. И таким образом наше тело от земли зарядится как батареечка. Очень простая и очень доступная практика. И очень работает. Потому что земля имеет определенную вибрацию. Она известна также как резонанс Шумана. Или частота Шумана. Или ее еще называют сердцебиением земли. Это такая базовая частота земная. И она сейчас тоже меняется. Раньше вообще военные по этой частоте даже сверяли все свои данные. Но сейчас это геоконстанта. Гео – это значит земная, а константа – это постоянная величина. Она сейчас меняется. Потому что меняется уровень вибраций в нашей солнечной системе. Меняется солнечная энергия, которая поступает на землю. А это один связанный процесс. Наше солнышко, земля являются собой единую систему. Точно так же, как и у нас дух и тело являются собой единую систему. Заземляются наши девушки. Манечка. Маленькая. Маленькая. Настенька. Маленькая. Жена одесла. Настенька. Интересная конструкция поездки. Еще я съемку. Да. Хотела сказать, что надежда наша. Мы сейчас заехали в центр Новоарелли за блокнотиками на рынок. Ну, вы понимаете, да? Нам дали 15 минут, чтобы мы быстренько тут купили блокнотики. Какие тут блокнотики? Куча всего интересного. И 15 минут – это мало. Куча всего. Очень-очень интересные. Смотрите. Кокосы. А, тут рыба какая-то. Картошка. О, тут яйца. Боже, это так колоритно. Это настоящий рынок для местных, не для туристов. А это вообще очень круто. Прям очень круто. Я обожаю такие поездки, когда ты не в отеле сидишь, и даже если ты в отеле, то ты там вышел где-то, погулял, посмотрел, а мы ездим именно к всем тем местам, где живут местные, как они пытаются. Я боюсь снимать в местах, потому что не все это приветствуют, поэтому я обычно снимаю вокруг, что есть, но местные очень интересные, но это военные. Вот такие морепродукты в Киев, смотрите, какая красота, крабики, крабики, вкусненькие крабики, креветочки, ну креветки маленькие. Так, продолжаю свое путешествие по рынку, показываю вам, где тут и что. Ух ты, Мюшки. Мясо, мясо, мясо. Мясо вообще не хочется, вообще, и смотрится так не очень красиво. Бе-бе-бе. Хотя мясо люблю. Хочется фруста. Вкусно-фруста. У нас такая незапланированная остановочка. Останавливаемся там, где видим что-то интересное. Это крам. Крам Кунишни. И вот вход, тут надо развиваться, тут везде надо развиваться. А сейчас идет как разрушка. Я не пойду по внутрь, потому что развиваться я не хочу. Потому что нету сменной обуви у меня, до сих пор ходить не хочется. Вот. Но, в принципе, на самом деле, можно было бы зайти и посмотреть. Не каждый раз бываешь в этой стране, на Шри-Ланке. И надо бы ходить везде, все смотреть. От всего получать удовольствие. Смотрите, какая красота. Очень красиво. Тут, получается, если белый храм, то это Будды. А если, например, золотой или какой-то другой, то это другие религии. Вот. Я, конечно, в них не шарю, скажу честно. Но вообще просто как общеобразовательное, в любом случае, это интересно. Кришна – это Индия, насколько я говорю. Буддизм, он присутствует про многих. Азброват, и на Шри-Ланке. На самом деле, в общем, это наша религия. Пожигают что-то. Почти. Прикольно. Это сверху. Сейчас мы едем 20 километров от Новая Рели. У нас отель будет в другом городе, и мы едем к водопаду. То есть, водопад у нас, по идее, должна быть практика. Потому что другие водопады, где мы останавливаемся, я вам показывала, то там подъехать туда нельзя. И у нас будет восхождение на гору, как я уже говорила, и как я ясно говорила тоже. То есть, но у нас планы чуть-чуть иногда корректировать и меняются, потому что мы видим все новое, все новое, красивое. Очень хочется везде побывать. Все увидеть и в наше, можно сказать, в наше расписание поместить как можно больше интересного. В общем, вот так вот. Надеюсь, вам это видео, и вообще все, что я вам показываю, вам нравится. И видео это понравится. Говоритно, правда? Хочу путешествовать, вот прям желание путешествовать. Прятаться, тут обезьяны. Они забирают все, реально все забирают. Смотрите, сколько их. Много, много обезьянок. Так, ну что, какие-то обезьянок. Их тут так много. Э, не везде. Тут природа просеянная. Камера не может передать, она просто не видит всего этого. То есть, у нее нет этого обзора. Тут действительно нужна была бы камера экшн, чтобы был хотя бы угол. Я не знаю, ух ты какая, чуть косая, 90 градусов. Вот, но, не знаю, передаю, как передаю. Слышите, какой... Он сильно большой, но в любом случае не слышен. И в нем можно купаться. Что, в принципе, сейчас мы их будем делать. Ну, я без купальника. Я планирую купаться в рубашке. Мы только что с девочками купались вот в этом водопаде. Фотов было много. Что-то выберу. Ставлю в инстаграм. И сейчас сидим, едим руку-руку. И манго. А кто-то манго. И любуемся видами. Как классно. Тут прям так классно. А сейчас мы поедем. А куда мы поедем? На Делизиарочный мост. Вот. А что он? Что это? Включается закат. Он красивый, известный. Он уходит поезда. И будем кушать манго. Мы просто голодные. Мы не обедали. Не успели пообедать. Все останавливались. Все смотрели. И, в общем, эмоции зашкаливают. Я как маленький ребенок вот с такими вот глазами. Вот. Классно. Мы идем к мосту. Ой, надо пропустить. Речка течет. Как красиво. Сейчас закат будет. Солнышко садится. И такие краски. Яркие. А здесь местные живут. Они в Саре ходят. Я здесь чуть-чуть подглядываю. Хеллоу. Собачка гуляет. Класс. Хай. Мы дождались его. Мы его дождались. Как круто. Сейчас посмотрим, какой он. Старенький, новенький. Или какой? Новенький. Было, конечно... Какая юга ждала. Тоже смотрит. Как и все. Все смотрят. Все смотрят. Смотрите, как она смотрит. Послушайте. Новись. Это нас приветствует. Класс. Так красиво. А сколько лет в Москву? Наверное. А? Сколько лет в Москву? Это колониальная постройка в Куду. В 19 столетии вы построили. В 19 столетии отмечания. Здравствуйте. Всю железную дорогу в этом регионе построили. В этом регионе после канализации. Колонизации. Канализации. Так вас тут смотрят. Так наблюдают. Серьезно, как медитирующая собака. Да. Так правильно. Смотри. Круглада. Подожди, подожди, подожди. Вот это фото. Вот это фото. Стоп, стоп. Я сниму. И собака это же. Смотрите, что нам дали. Чтобы мы оставили отзыв. И тут так прикольно. Украина, Беларус, Климс, Кайберия. Украина. Украина. Да. Давай. Сейчас будем писать. Сейчас почитаем чуть-чуть. Привет. Мы, Серега и Яна. Из России. А еще здесь живет клевая собака по кличке Тимми. Ну мы ее видели, как она провожала и встречала поезд. Это, конечно, очень круто. Так, что тут у нас еще. Будем представить все вместе. Вон тут рисунки оставляют. Смотрите, что у нас есть. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я надеюсь, что вы разделяете со мной мою радость Мне очень хотелось бы этого